Башкирия – одно из популярных в России туристических направлений. Это слова министра предпринимательства и туризма Республики Рустема Авзалова. Такое заявление он сделал на оперативном совещании в ЦУРе после заседания правительственной комиссии. Там отметили, что Башкирия в сфере туризма показала хороший результат. По результатам интегрального рейтинга, по исполнению показателей нацпроекта и динамики турпотока Башкортостан почетно вошел в топ-5 лучших регионов, заняв почетное второе место. За 2023 год привлечен рекордный объем господдержки на развитие в Башкирии туристической инфраструктуры. Это полтора миллиарда рублей, подчеркнул Рустем Авзалов. А общая сумма на создание новых пляжей, стройку кемпингов, появление турмашрутов перевалила за 4 миллиарда. Половина из этой суммы – средства инвесторов. Также министр предпринимательства и туризма Республики добавил, что в этом году регионы России будут получать единую субсидию на туризм. И отрадно, что теперь мы сможем для себя определять приоритетное направление, куда мы считаем направить эти средства. Башкортостан занял седьмое место среди регионов по объему федеральных средств на текущий год, которые составят более 165 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на инфраструктурные проекты, развитие событийного туризма и формирование туристического кода городов. В конце оперативного совещания Радя Хабиров раскритиковал глав районов Башкирии. Он был недоволен организацией форумов Управдом. Суть мероприятий в том, что руководители муниципалитетов лично встречаются с местными жителями для обсуждения насущных проблем. Однако в четырех районах республики главы отправили на форум своих замов. А еще Радю Хабирову не понравилось, что в городах и районах не сообщили жителям о встречах с главами. В Логовещенском районе 227 квартирных домов. В форуме принял участие 21 человек. Это издевательство. Коллеги, я вот не очень доверяю вам в этом вопросе. Я поэтому буду глубоко копаться и я вас заставлю встречаться с людьми. Радя Хабиров напомнил, что 2024 год в Башкирии объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. И уже готова программа, чтобы люди с ОВЗ не чувствовали себя обделенными. Документ подпишут уже на этой неделе. И на следующем оперативном совещании министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова должна подготовить доклад, как будет реализовываться программа.